Доброе время суток, уважаемые родители. Продолжаем наш рассказ об иммунитете. И сегодня я вам расскажу несколько рецептов, которые позволят вам повысить иммунитет у вашего малыша. Единственное, я хочу предупредить, что всё очень индивидуально, поэтому обращайте внимание на какие-то аллергические реакции, на какие-то переносимости тех или иных продуктов, на побочные действия, может быть, того или иного составляющего рецепта для вашего ребёнка может не подойти. Но у вас будет выбор. Я вам буду давать не один, а несколько рецептов. Это не значит, что всё нужно давать сразу. Просто в разных ситуациях, в разных состояниях вы выбираете то, что вам подходит. Я даю вам возможность выбора. Поэтому будьте ещё раз очень внимательны и очень осторожны. Даже к тем рецептам, которые я вам рекомендую, я постараюсь обрисовать противопоказания, но ещё раз повторяю, что всё очень индивидуально. Итак, несколько рецептов для повышения иммунитета у детей, ну, скажем, будем говорить, где-то после 2-3 лет, потому что, что касается маленьких, мы уже, в общем-то, этот момент обговорили. Итак, есть такая хорошая травка, травка, которая называется полевой хвощ. На самом деле, отвар полевого хвоща очень хорошо повышает иммунитет. Как заваривать? Одна столовая ложка хвоща, заливаете стаканом кипятка, настаивается по 30 мл в день. 30 мл – это примерно 3, 2 даже столовые ложки в день. Можете разделить на 2 раза. Такой напиток лучше всего пить в период максимальных проблем, а именно осенью, весной или после того, как ребёнок переболел, чтобы поддержать ослабленный иммунитет. Он хорошо тонизирует. Значит, довольно часто при встречах, при контактах задают вопросы, и я много видел, слышал о том, что без разбора дают детям такое вещество, как прополис. Стоит, не стоит, повышает, не повышает иммунитет. Да, повышает. Но, во-первых, надо давать его правильно, это раз. Во-вторых, нужно быть очень осторожным в применении этого вещества природного, особенно у детей, страдающих аллергией на мёд и мёдопродукты, раз. И второе, у детей, которые дают аллергию на молочные продукты, почему я вам объясню, и на молоко, это два. И третье, у детей, у которых склонность к изменению сахара в крови, к повышению, то есть дети с наследственной неприсположенностью к диабету и так далее, и так далее, им это не подходит. Итак, как правильно давать? Тёплое молоко, натощак, добавляйте прополис в каплях. Количество капель равно возрасту ребёнка. То есть количество лет, количество капель. Максимум до 10. Максимум. Один раз в день. Если ребёнок сразу после болезни, после выздоровления, в течение двух недель, можно эту дозу разделить на две части. То есть не увеличивая дозу, а увеличивая кратность. То есть даёте два раза, ну скажем, ребёнку трёх лет, даёте один раз одну каплю в молоке немножечко, да, второй раз две капли и так далее. Если ребёнок прошло две недели после болезни, то переходьте на один приём. Следующий раствор, который, или препарат, который хорошо повышает иммунитет, такая смесь клюквы с лимоном. Но опять же, да, аллергия на цитрусовые, если её нет, то вы используете эту смесь. Как делать? Через мясорубку пропускаете килограмм клюквы и средней величины два лимона без косточек. Добавляете в массу, если нет аллергии, то столовую ложку мёда, если есть аллергия, проблема с сахаром, просто добавляете такой сладенький сиропчик. Просто можете даже прокипятить сахар с водой. Добавляете сироп, хорошенько перемешать и давать с чаем, с водой, запивая по столовой ложке, в зависимости от возраста. Но, в принципе, ребёнку где-то в районе 4-5 лет по столовой ложке два раза в день. Следующее средство, которое повышает иммунитет и можно давать детям тоже после 3-х лет в холодное время года, в период, когда повышается сезонная заболеваемость, гриппами и так далее, так называемый луковый сироп. Как готовится? 250 грамм репчатого лука сахара мелко нарезать. Где-то на эту дозировку добавляете 200 грамм сахара, заливаете пол-литра воды, варите всё это дело на слабом огне до того момента, как образуется сироп, такая густая жидкость, по чайной ложке детям, ну, вам, может, по столовой ложке тоже плохо не будет, два раза в день до еды. Как долго, пока не закончите, пока вот не выпьете всё. Потом, в принципе, либо делаете перерыв, либо ждёте вот следующего сезонного момента. ещё один рецепт, опять же, если нет аллергии, полкило моркови и свёклы моете, чистите, мелко режете, складываете в кастрюлю, заливаете кипятком, чтобы вода покрывала овощи на два пальца. То есть, да, два пальца – вода, а идут овощи дальше. Варите до готовности свёклы, пока свёкла варится, процеживаете, в этот отвар добавляете горсть изюма и кураги, снова ставите на огонь, кипятите, где-то до пяти минут, настаиваете 12 часов и по полстоловой ложки два раза в день в течение месяца даёте это средство. Очень хороший набор. Ну, кроме всего прочего, можно давать различные витаминные сборы, которые будут состоять из таких трав и ягод, как брусника, причём можно использовать плоды замороженные, кстати, они сохраняют все свойства. Не варёные, не протёртые, а именно замороженные. Вот, брусника, шиповник, можно туда добавлять лист крапивы. Очень хорошая, кстати, травка, которую мы почему-то повсеместно забываем. Значит, эти составляющие измельчите, ну, можно через мясорубку, можно в микро, в блендере. Перемешиваете, завариваете стаканом кипятка, 4 столовые ложки сбора на стакан кипятка, где-то 4 часа настаиваете, процеживаете и даёте пить ребёнку по стакану в день, можно дробно. Не обязательно сразу вливать в ребёнка стакан, а давайте дробно это делать. Значит, кроме того, в ситуации для повышения иммунитета у ребёнка можно пользоваться эфирными маслами. И сейчас я очень кратенько расскажу вам, какие масла, эфирные масла используют и в каком виде, для чего. Это можно применять, всё доступно, вот, но всё должно быть разумно и применено по назначению. Итак, масло мяты. Не путайте масло мяты с ментолом. Это совершенно разные вещества и абсолютно с разным эффектом. Итак, масло мяты без ментола. Тонизирующий антисептический, то есть противовоспалительный эффект. Эвкалиптовое масло. Масло эвкалипт один из сильнейших антисептиков, то есть противовоспалительных препаратов в группе эфирных масел. Его можно использовать, как и масло мяты, для ингаляции, для при заболеваниях или частых проблемах, связанных с заболеваниями верхних дыхательных путей. Можжевеловое масло обладает противомикробным действием, то есть масло, которое применяется при различных микробах, не вирусах, а если это инфекция бактериальная, там, стафилококкс, рептококкс и так далее. Гвоздичное масло это противомикробное, противовоспалительное и болеутоляющее действие. Вот если скажем, даже простой пример, ухо болит, не надо закапывать это масло вовнутрь, смазывайте ушную раковину снаружи, боль будет меньше. Причем масло лучше всего использовать как, вот то, что я перечислил, как базовое масло и несколько, допустим, на столовую ложку обычного масла, скажем, оливкового или подсолнечного, вы добавляете 3-4 капли базового масла, вернее, эфирного масла, которое я вам сказал, и этой смесью пользуетесь для повышения иммунитета. Ну вот тема наша подошла к концу. Я понимаю, что, наверное, вот этим курсом наших встреч вызвало у вас, наверное, достаточно большое количество вопросов. Поэтому, пожалуйста, наши встречи с вами на этом не кончаются. Обращайтесь, пишите, звоните, советуйтесь. Очень важно, чтобы вы перед принятием того или иного решения советовались со специалистом на предмет как правильно поступить. Даже если вот есть какие-то малейшие вопросы, какие-то малейшие что-то непонятно, в чем-то сомневаетесь, пожалуйста, обращайтесь, думаю, те, кто обращаются, уже поняли, что мы всегда ответим вам в ближайшие сроки. А сегодня мы с вами прощаемся. Спасибо за внимание, здоровья вам и вашим детям, берегите себя, до новых встреч. До новых встреч.